ребята всем привет у меня есть 8000 рублей и я иду покупать себе самый дешевый ноутбук который только можно купить вообще за эти деньги и посмотрю вообще что это за ноутбук что с ним можно сделать работоспособен ли он потянет ли он вообще какие-то игры мне очень интересно потому что за 8000 рублей наверняка там будет очень днищенское железо ну сейчас мы это проверим все я пошел в магазин опана ребята вот он вот он мой новый ноутбук ирбис nb 105 знаете сколько он стоит а стоит он ребята 7999 рублей всего лишь гарантия год на этот ноутбук еще здесь предустановлен уже официальный windows 10 мне даже не надо сюда винду устанавливать здесь уже стоит лицензия в белом цвете ноутбук там не было черных вот эта модель она только в белом цвете сейчас приеду домой расскажу какие здесь характеристики и знаете что меня удивило что здесь четырех ядерный процессор четырех ядерный за 8000 рублей ноутбук на четырех ядерном процессоре процессор кстати intel не а м д но я сейчас приеду домой и вам все подробно расскажу итак друзья на вот я и приехал домой давайте вскрывать чудо ноутбук за 8000 внешний вид оценивайте сделан он из белого пластика ну естественно никакого тут металла не будет наклейки какие-то огромные вот так вот выглядит мой новый ноутбук здесь короче есть usb порт 130 есть hdmi это как я понимаю для зарядки гнездо вот она для зарядки это наверное микрофон и с этой стороны у нас тоже один usb но это уже usb 2.0 то есть видно что он черный да здесь usb 3.0 он разъем синий все разъемы usb 3.0 они синие либо еще красные бывают вот разъем для наушников и разъем для micro sd карточки ну и собственно все аккумулятор здесь несъемный вы видите что здесь нельзя снять аккумулятор но это и нормально сейчас большинстве ноутбуков так динамики как я понимаю находятся снизу вот они раз-два на экране наклеена защитная пленка давайте я сейчас уберу есть у ноутбука веб-камера тоже я протестирую обязательно и вот такой вот маленький трекпад трекпад с нажатиями все сделано из белого матового пластика диагональ экрана кстати здесь 10 и 1 дюйм комплекте только зарядка гарантийный талон и инструкция все больше в комплекте ничего нет включаю нубук посмотрим за сколько он сейчас загрузится а кстати смотрите вот здесь наклеечка есть здесь написаны все характеристики так я не помню он включился нет а нужно видимо зажать и подержать сейчас загорелся светодиод здесь есть получается 1 2 3 4 5 5 светодиодов основные характеристики четырехъядерный процессор экран 10 и 1 разрешение 1280 на 800 батарея 5600 миллиампер практически как на моем телефоне xiaomi mi max 3 разъем для micro sd карт камера для видеозвонков 32 гигабайта всего лишь встроенной памяти это ssd диск 2 гига оперативной памяти и два порта usb 2.0 хотя почему то здесь usb порт покрашен в синий цвет то есть как usb 3.0 знаете что мне не нравится во внешнем виде этого ноутбука то что у него очень большие вот эти боковые рамки ну реально прям огромные верхняя рамка она не такая большая нижняя тоже а вот боковые они прям широченные причем на видео это не передается наверное в живую они прям реально огромные проверяю работу трекпада все нормально курсор работает без каких-либо задержек подключился к своему вайфаю сейчас залез в центр обновлений windows пытаюсь найти обновление прошивки так сказать обновление системы может быть сейчас что-то он нам найдет ну ладно пускай пока он ищет я хочу узнать насколько этот ноутбук можно считать игровым и можно ли на нем смотреть видосы на ютюбе full hd качестве кстати ребят пока у меня прогружаются youtube вы можете видеть что углы обзора экрана неплохие здесь установлен экран ips то есть с хорошими углами обзора видите да да конечно слишком тормозной ноутбук я уже это прочувствовал на открытии каких-то видосов на youtube все очень медленно вот кстати смотрите ребят ноутбук на 32 гига но свободно из них всего лишь 21 гигабайт и по сути это даже не ноутбук а просто нетбук для сидения в интернете потому что с таким объемом хранилища сюда особо ничего и не установишь ребят ну а вот я запустил камеру посмотреть вообще что здесь за веб-камера ну смотрите но более-менее если хорошее освещение то в принципе ну так на троечку но я думал что если честно будет хуже всем привет я снимаю видео на веб-камеру ноутбука за 8000 рублей всем привет я снимаю видео на веб-камеру ноутбука за 8000 рублей ну что ребята я зашел в youtube поставил вообще самое крутое видео одно из самых крутых которые может 4k 60 fps воспроизводится начнем наверное с качества с какого давайте начнем вот у меня сейчас стоит 720 60 кадров давайте ставим потянет нет так и как мы видим ноутбук нетбук тянет тянет видео действительно 60 fps окей теперь повышаем ставки ставим full hd full hd 60 fps картинка меняется ставим и здесь о ребят вот здесь уже здесь уже да здесь уже какие-то лаги появляются ноутбук начинает тормозить full hd 60 fps слишком для него как я понял тяжело можно попробовать full hd поставить не 60 fps а например просто 30 fps ну смотрите если оставлю 4k 60 fps он наверно вообще сейчас офигеет от такой наглости он вообще наверное даже сейчас ничего не покажет во первых интернет наверно не потянет во вторых еще и видео ядро это встроенное тоже не сможет такой файл распознать ну все видите он ушел он ушел в такой вот такую загрузку длительную а вот смотрите пошло но все идет слайд-шоу все идет слайд-шоу то есть ничего вообще смотрибельно короче 720 720-60 fps включаете и все у вас будет нормально если full hd то уже появляются небольшие лаги ребят ну а теперь я поставил full hd 30 fps то есть 30 fps full hd он переваривает можно смотреть и это уже хорошо это реально хорошо неплохо сейчас уже никаких лагов нет все подгрузилась все идет отлично сейчас у меня скачивается обновление windows больше никаких приложений не открыто и оперативной памяти смотрите занята 1 и 2 гигабайта из 1 и 9 гигабайт то есть остается примерно 700 мегабайт свободной памяти а процессор здесь установлен intel atom x5 z83 50 ребята сейчас прошел тест гигбенч на этом ноутбуке смотрите какие результаты single core 700 баллов multi core 2100 баллов примерно такие же результаты даже чуть больше показывает xiaomi redmi note 5 то есть смартфон redmi note 5 мощнее чем мой ноутбук жалко что на windows нельзя поставить тест antutu я бы его и в antutu проверил бы итак ребята ну а теперь пришло время проверить игровые особенности этого ноутбука конечно он не потянет какие-то новые современные игрушки поэтому я не стал скачивать ks go на этот ноутбук я скачал более старую версию это ks 1 и 6 я не знаю в каком она году там была сделана по моему еще в далеком-далеком там 1990 каком-то я помню когда еще в третьем классе учился я в нее играл то есть игрушка это очень старая но до сих пор в нее люди играют я думаю никаких проблем возникнуть не должно потому что если в 90-х годах компы тянули эту игру то и сейчас ну вот смотрите вот я появился так и побежали побежали кого-нибудь поубиваем это у нас карта знаменитая карта не помню дэдас 2 по моему она называется но по впечатлениям все нормально все нормально идет как вы видите никаких лагов сейчас попробую кого-нибудь все меня убили прям сразу вспоминаются вот эти компьютерные клубы мы еще с друзьями ходили и играли в компьютерные клубы в эту игру так еще разок сейчас попробуем сыгрануть куплю себе обмундирование все поехали поехали уничтожать вот даже еще по чату общаются ух ты как я их троих вот я красавчик вообще подключил я кстати мышку играю с мышкой есть спецназ победил ребят сейчас смотрим me for speed most wanted 2005 года графика на минимум разрешение там по моему 800 на 600 но в принципе смотрите тоже играема конечно есть тоже небольшие такие микро микро фрезы но я думаю там еще можно покопаться в настройках отключить вообще все вот эти эффекты и тогда будет все еще плавнее смотрите вполне играема а если уж most wanted пошел most most wanted да то underground 1 underground 2 уж тем более пойдет ребята установил warcraft 3 посмотрите как он запускается он почему-то переворачивает картинку и сейчас я не знаю как здесь это изменить но warcraft 3 я думаю тут тоже в принципе это старая стратегия и я думаю здесь никаких проблем не возникнет у ноутбука то есть warcraft 3 я думаю тоже без проблем пойдет друзья сейчас скачал gta 3 она почему-то тоже переворачивает экран но идет вот если так посмотреть да то она идет но почему-то перевернута экраны хрен знает почему он так переворачивает чего бы это вдруг но gta 3 идет вообще без всяких лагов то есть можно даже видеть да очень 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 плавно а вот ребята можете посмотреть разницу в размерах ноутбук 10 1 дюйм и стандартный ноутбук 15 6 дюймов посмотрите насколько этот ноутбук меньше ребята а вот так выглядит этот ноутбук без задней крышки здесь аккумулятор как я понимаю два аккумулятора это наверное ssd наверное ssd динамики вот может быть кто-то в этом разбирается ну вот так вот это все выглядит и так ребят сейчас еще проведу один эксперимент смотрите батарея сейчас заряжена на сто процентов у этого ноутбука сто процентов вот он сто процентов сейчас он меня стоял на зарядке я отключаю ноутбук от зарядки сто процентов батареи и ставлю ровно на час смотреть видео на ютюбе включаю видос ставлю таймер на моем телефоне время пошло и видос пошел и посмотрим через час сколько у меня останется батареи час у нас вышел и давайте теперь посмотрим сколько осталось у нас заряда аккумулятора выхожу из ютюб чека захожу в батарею и осталось у нас сколько внимание ну-ка 75 процентов то есть получается сколько 25 процентов за час ушло ребят смотрите у меня сейчас начал обновляться windows тоже перевернул экран почему-то вот так я не знаю зачем это почему так случилось ну ладно пофиг вообще какой можно сделать вывод про этот ноутбук какой кому он подойдет я думаю что задумывался он скорее всего именно для студентов то есть для учебы для каких-то написания каких-то докладов для создания презентаций возможно чтобы таскать его с собой на пары потому что он очень легкий вот я его могу одной рукой поднять он очень маленький удобно взять его куда-нибудь свой там свою какую-то сумку в портфель он везде войдет то есть но нормальный такой обычный рабочий студенческий ноутбук конечно если вы там какой-то геймер то ни в коем случае такой ноутбук вам не стоит брать если вы любите современные игрушки то тоже не стоит да на этом ноутбуке можно поиграть но только в старые игрушки года так до 2006 наверное я видел что на подобном процессоре запускали gta 5 но там по моему около 10 fps то есть он даже может быть опять потянуть но 10 fps это неиграбельно на самых низких настройках вот батарея батарея 5600 в принципе батарею я тоже проверил не сильно быстро разряжается там еще можно регулировать то есть насколько у вас будет батарея быстро разряжаться либо вы ставите экономию батареи либо вы ставите максимальную производительность тогда батарея будет быстрее уходить вот хороший ноутбук чё 10 винда стоит я все тоже такой ноутбук купил для каких-то простых задач посмотреть фильм сделать доклад какой нибудь взять его куда-то с собой потому что он очень компактный либо еще знаете как покупают бывают такую технику своим например родителям или своим бабушкам дедушкам тоже не стоит покупать там им супер какое-то крутое устройство им им она просто не нужно а вот такой ноутбук чтобы общаться там по скайпу чтобы они могли выходить в интернет почему бы нет 8000 рублей уже полноценный у вас ноутбук так что ребят в принципе я не очень расстроен как было с телефоном из планшетом вы знаете я делал такой же эксперимент покупал самый дешевый смартфон покупал самый дешевый планшет так вот вот там вообще была жесть здесь все-таки полноценное устройство и в принципе со своими задачами она справляется ну и на этом будем с вами прощаться всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока